Всем привет! Собралась я готовить роллы. Видео будет шваться, и почему будут сниматься коротенькие на кусочках. Вот эти, кстати, я покупала. Ну, тут, правда, еще рисовая бумага есть, которую мне однокласска подсунула год назад, примерно в момент, когда я мылом занялась с ее же пинка. Тут немножко осталось еще этих сказочных листиков нори, которые я покупала, кажется, во Владимире, в Глобусе, если есть такой магазин, если я ничего не путаю. Ну, и тут было 200 листов. Надолго мне их хватило. Но они подзакончились, и теперь вот у меня еще куплены были. Обычные, классические такие нори, суши нори. Ой, все у меня тут падает. Тут еще конфеты бабулькины. Это волшебная машинка. Потом я ее засниму поближе. Это шикарный соус. Это рыбка, которую я сегодня купила. Ну, и вот здесь у меня рис. Я просто не знала, куда бы его засунуть. Сейчас я попытаюсь найти кастрюлю, в которой я буду варить этот рис. О, вот она. Ну, и пока все. У меня, как обычно, спонтанная, поэтому я как бы специально не прибиралась. Уж простите мне мой, как обычный, бардак. Вот сия кастрюлька волшебная. Обычно ее юзает Маруся. То бишь, моя бабушка. И раньше их было две. Где вторая, я вообще без понятия. Ну, тут у меня фильтрованная вода. С глазомером у меня абсолютная проблема. Одной рукой держать, снимать, и другой засыпать мне тоже проблемно. Поэтому снова на паузу. Водычка там греться. А это моя любимая волшебная чашечка. Ну, вообще не волшебная, конечно, но любимая. Еще была такая красненькая с розами, но мои родственнички ее благополучно раздолбали. С глазомером у меня всегда как-то было туго. Сколько надо сыпать риса. Я вообще без понятия. Чтобы было не много и не мало. Но я хочу потом сделать еще один волшебный рецепт, который я из-за него подсыпила. Когда варишь рис, а потом делаешь чай из водорослей гакамы. И этим чаем заливаешь. Я даже не знаю, пол тут чашки. Ну, где-то пол чашки. Я думаю, этого будет мало. В общем, я где-то засыплю один чашка. Да, кстати, вот соус хикиман. Посоветовал мне его классный анонимус. Который, правда, не тащится от шумов. Это другой анонимус. Покупала я этот соус в Атаке. Что-то около 300 рублей, 150 грамм. Очень классный. Сравнение с инцуем идет вообще и с другими какими-то. Ну и состав тут совершенно натуральный. Я для камеры сфокусируется. К тому же я умудрилась ее что-то так, ток приблизить. Но я могу зачитать вам потом состав. Ну пока все. Вот кипит наша водичка. Не беспокойтесь, я ее потом помешаю. И убавлю газик. Одной рукой, правда, это делать очень неудобно. Кстати, рис я потом почти весь пересыпала. Вот сюда. Тут раньше чай был. Клевая баночка, правда? Надеюсь, меня видно. У меня было вилку. Вообще, каждый раз в клирозе как-то делается. Чаще всего, блин, получается комом. Ой. Упал рисик. Рисик упал. Рисик упал. Я его, кстати, промыла. Слегка. Водичкой фильтрованной. Я даже, правда, не уверена, что там видно. В эту камеру. Хоть она и на возвышении. Вот такая хрень. Там у нас рыбка. Здесь у нас еще листик. Ну и тут рисик. Я слегка тут убралась. Сейчас я попробую все-таки. Хоть у меня потик разряжается, оказывается. Это не я трясу его. С моими трясущимися лапами. Это у меня что-то проводок запутался. Лапка. 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 Васаби я не ем. Имбирь тоже. Возможно, он сейчас тоже получится у кого-то. Та-дам! Ну, хотя нет. Вполне себе. Ничего. Сейчас мы это достанем. Вполне ничего. Вроде как видно меня должно было быть. Вот такая фигурина. Нашний листик. Еще горячий такой есть. Ну да. Ну, блин, комом. Шов. Еще листик. Чую. Я буду уже полностью заснимать, когда у меня фотик зарядится. Все попробую. Так. Вообще, машинку покупала за 500 рублей. Году... Ну, уже больше года назад. Тоже спинка моей одноклассники. Из-за которой я стала мылом заниматься. Еще второй листик положила. Вообще, на самом деле, тут и два. Просто у меня как-то не так порезались и слегка поломались. Еще посмотреть, что будет. Рыбки тут пока еще нет. Рыбки тут. Очень беременные роли. Очень беременные роли. Слегка большой. У нас получилось 4 рулетика. Потом я их порежу. Вообще, я забыла, что собиралась еще рис сварганить по странному рецепту. Чуть была не уделала весь рис. Тут у меня водоросль вакамы. И чайник на плите. Для бульончика. Вот. Вообще, без понятия, сколько надо там. Поэтому я наобума поделаю. В крайней мере, потом ее можно будет просто съесть. В водоросли. Да, и вот сейчас у меня тут машинка находится. Для роллов. Потом я ее помою. Сегодня у меня как-то очень сказочно и загадочно проявился мой любимый тремор. Хотя, вроде, кушать не хочу. Но почему-то волнуюсь. Рыбка еще осталась. Вообще, можно было положить огурчик, сыр или еще что-то. Но в магазине огурец был какой-то километровый. А маленьких не было. Да и потом доедать километровый огурец бы пришлось. Вот такие пироги с котятами. Мы их едим, а они мечат. Но как-то там в рифме по-другому было. У меня бабуша телек включила. Надеюсь, вот тут не будет слышно. Но я не засняла, как я это все порезала. Обычно я меряю с той белой фиговиной. Поэтому у меня несколько оно неровно вышло. Вот эти побольше, эти поменьше. Эти как раз подходят. Поэтому три листика у меня несколько пошире получились. Да, у меня еще есть циновка. Но я ее не достала, потому что я, в принципе, делала машинки. А это у меня просто немножко порвалось. Как-то я неудочно ее достала из пакетика. Поэтому у меня вот было три таких листика. Один листик остался. Эти мне уже не пригодятся. Поэтому я убираю их сюда. Вообще, вот такую я покупаю впервые. Для этого покупала несколько похожие. Но в смысле тоже может быть сенсоя. Но в другом пакетике, более прозрачном. По качеству пока ничего не могу сказать. Кстати, потом еще будет маленькая видео про маленькую покупочку. Про кафе красоты. У меня там чайник почти уже закипает. Сейчас мы порежем свой большой ролл. Лапы у меня дрожат. Не знаю почему. Ножик у меня, видимо, для этого несколько пиковатый. У меня есть огромный такой тесак. Сейчас мы узнаем. Да, кстати, он в этом плане более острый. О, кстати, тарелочка от той чашечки. Еще такое же блюдечко есть. Но режется, правда, не особо. Причем не совсем у меня получился порез. Все-таки он толстый. Вот один. И вот один такой огромный толстый. Лисик. Вообще люблю рисик. Лисик со сливочным маслом. Точнее, вареный рисик. Со сливочным маслом на сковородочке с солью. Очень вкусно. Вот тут наша хренатень. Вот я ее сейчас заливу. Так, сливочный соль. Характерный запах лакамы появляется. Вообще, надо бы к этому всему чайную церемонию с какой-нибудь сенчи. Но сенчи у меня есть. Нет, у меня есть только генманча. Это чай. Он тоже японский с рисом вавдушном. Здесь у нас будет находиться рисик. Его мы потом зальем бульончиком. Это еще кусочек. Возрасте. В общем, пока у нас тут, извините, малышки на конфетке, отмокают. Это хренатень. Да, я совершенно не замечаю, сколько там по времени и по граммам. Как-то все на глаз делается. Причем на такой конкретный глаз. Думаю, это можно оставить. Вообще, из-за того можно было сделать анигири. И продолжим порезку. Это первая рулина была. Так, она опять не режется. Все-таки я переборщила с рисом. Чуть больше положила, тем много. Да, вот эта вообще развалилась. Ай, развалилась. В общем, развалилась она. Блин комом. Надо все-таки в чем-то окунать этот ножик. Потому что она на него все налипает. Вот, что у меня вышло. Трагедия века. Надо это как-то сейчас аккуратненько скинуть сюда. Красиво не вышло порезать. Ну, ничего, соусом все горьется. Да, кстати, сейчас прочитаю состав соуса, как обещала. Надеюсь, там моей батарейки еще хватает. Так. У нас наклеечка. Влада, соя, пшеница и соль. Все больше ничего. Очень классный соус. Я вам советую такой соус. Тут, кстати, крыльчика открывается. И чтобы он не проливался, оно закрыто вот такой стучкой. Мы сейчас эту стучку достанем. Потому что будем поливать. Ну и пока оставим вот тут. И последний рулетик. Вот, не поверите, тупым ножиком оно вдруг порезалось. И снова здравствуйте. Все-таки я переборщила с рисом. Вот он опять. Кривой, косой. Все потому, что некоторые собрались это все делать спонтанно. И вообще склерозом страдают. Но хотя бы я вспомнила, как правильно положить рис в эту машинку. То обычно еще пара ролл получается не только комом, но еще непонятно как. Понятно, салфетка лапки вытирать. Кстати, тут берем поколмойку, потому что она нам уже не пригодится. Это у нас тут структеролы. Рыбка осталась. Рисик, к которому прилипла в салфетка бумажная. И вот этот вот наш бульон, который, он же чай. Вот он наш чай своеобразный из вакамы. Вообще рецепт подцепила в аниме. Название не помню, но могу потом под видео подписать. Вот такая хренатень у нас получилась. Вот эти кусочки оставшейся нори. Ну, я думаю, пока можно выключиться, а потом подключусь заново. Я решила разнообразить все это действие вот этим вот маслом, которое я недавно купила. Ну, и надо вроде его как попробовать. Вообще я его купила как раз после приезда из Калининграда. Ибо капуста осталась. Что сделать капусты, без понятия. Ну, и я не добавляла никогда что-то подобное. Не смешивала, не знаю, смешивается ли это вообще. Ну, а сейчас узнаем. А, поторожат. Как у знатного алкоголика. Тут у нас целая столовая ложка масла. Оставшуюся воду я слила. То бишь, он же чай. Кстати, по вкусу вода вполне ничего. Даже чуть-чуть соревноватая, хотя соли не добавляла. Думаю, даже можно еще чуть-чуть. А еще у меня есть чесночок. С нашей, так сказать, дачи. Я думаю, его сюда добавить. Вообще, вакам с чесноком и подсолнечным маслом очень даже вкусно. Кунжутное я еще не пробовала, хотя оно у нас тоже продается. Так, сейчас расскажу это, как оно выглядит. Вот здесь у меня оно уже политое, этим вакамным чаем. Вот это вот мой блин комом. И обратно это ставлю. Сейчас Лёля будет оставать три дня. И режет чесночок. Вообще, когда-то была фигня, которая убила этот чесночок. Но куда-то она скомнельнилась очень давно. Или сломалась. Вот такое масло. Не поварей нифига. Со мной когда-то тусила одна моя подружка, Настя. Вот она говорила, что с Лёлей жить можно с голоду сдохнуть. Ибо Лёля готовит что-то мало. Но она была еще раза в четыре больше меня, соответственно. И ела много. А другая говорила, что с Лёлей жить можно похудеть. Потому что Лёля постоянно делала летом. Это было тушеные овощи. Думаю, хватит. Не знаю, видно, не видно. На самом деле чеснок в пару обострения всяких желудков. Мне, конечно, есть не очень. Можно. Но иногда хочется. Потом буду отпеваться всякими облекихами, калинами, бархатцами с зеленым чаем и лавандой и прочим. Так, сейчас мы это помешаем. У меня, можно сказать, тут первое, второе и третье. Ну, супа, конечно, нет. Но суп мисо я тоже варю. И даже однажды тестировала на своем адаптере Ирке. Мне очень понравилось. Хоть кто-то его ест. Этот мисо. Сейчас попробуем надо ли это ссорить. Кстати, вполне ничего. Хорошая масса. Ну, наверное, все. Пока. Если досмотрели меня до конца и края. Субтитры сделал DimaTorzok